В то время, как Пелопоннесы находились еще на равнине, Перикол до появления их в Приморской области снаряжал 100 кораблей к нападению на Пелопоннес и по окончании приготовлений вышел в открытое море. Вы видите, Перикол все-таки помнит, что идет война, и ему, конечно, не везет в том смысле, что оба его сына умирают во время чумы, и сам он как бы долго чуму не переживает, но он делает то, что должен делать. Пятьдесят девять. После вторичного вторжения Пелопоннесцев, когда поля афинян были во второй раз опустошены, а наряду с этим угнетала их болезнь и война, у афинян изменилось настроение. Естественно, и как только происходят трудности, демократы меняют свое мнение. С одной стороны, они стали обвинять Перикола за то, что он склонил их к войне, и что через него они подверглись несчастью. Вы помните, именно об этом Перикол и говорил в одной из своих речей. С другой, они склонны были заключить мир с латидемонянами и послали к ним несколько послов, но ничего не настигнув. Чувствуя себя беспомощными во всех отношениях, афиняне стали нападать на Перикла. Перикл замечал недовольство афинян в досоздавшегося положения дел, видел, что они во всем поступают так, как он ожидал. Поэтому, будучи еще стратегом... Остановитесь. Перикл, естественно, как демагог, знает характер демократии. Он знает, что это проблема. Он не говорит об этом. Об этом скажет его наследник Клеон. Он открыто скажет, что проблема демократии в том, что демократы не могут придерживаться одного курса. Что они не способны на долгие решения. Потому что принимают все свои решения под влиянием чувств. Итак, Перикл созывает народное собрание и Фукетит говорит нам, какова цель его речи. Пожалуйста. Он созвал народное собрание. С целью ободрить афинян. Смирить их раздражение. Смягчить и успокоить. Да, это, если мне не изменяет память, последняя речь Перикла. Цель которой не дать афинянам ненавидеть Перикла. И, видимо, заставить их продолжить войну. Я ждал от вас раздражения против меня. И мне известны его причины. Поэтому я и созвал народное собрание для того, чтобы кое-что напомнить вам. И упрекнуть вас. Так как ваше негодование и ваша уступчивость перед несчастьями не имеют до известной степени основания. Я держусь того мнения, что благополучие целого государства, если оно идет по правильному пути, более выгодно для частных лиц, нежели благополучие отдельных граждан при упадке всего государства в его совокупности. Итак, Перикл начинает с принципа «Благополучие государства может быть выгодно для частных лиц. Благополучие частных лиц не может быть выгодно для государства». Опять все разница. Да, мы двигаемся к этому. Только в каком смысле? В том смысле, что если мы сейчас сдадимся, вам, конечно, станет хорошо. Да, потому что чима уйдет, война уйдет, проблемы уйдут. Но государству не станет хорошо. Государству станет плохо, потому что оно эту войну проиграет. А вот если мы войну победим, тогда вам тоже будет хорошо. Поэтому мы должны придерживаться именно этого курса. 61. Действительно, кому при общем благополучии предстоит выбор, то начать войну – большое безумие. Но если необходимо было или уступив, немедленно покориться другим, или ценой опасности спасти себя, то больше заслуживает упрека тот, упрека тот, кто бежит от опасности, а не тот, кто идет на нее. Перикол напоминает Афинянам, что война началась не потому, что у них был выбор, а потому, что у них никакого выбора не было. Я остаюсь тем же и не схожу со своей позиции. Вы же изменяете себе. Так как пока вас не коснулась беда, вы слушались меня. Когда же вас постигнула удача, вы раскаиваетесь. Да. Перикол обвиняет Афинян в том, что их настроения меняются. А вот его – нет. Он в этом смысле не демократ. Он в этом смысле не афинянин. Здесь будет очень много «я». И нередко Перикол будет говорить «вы и ваш» вместо «мы и наш». Он не принадлежит к этой толпе. Демагог не часть толпы. Хотя он ее и возглавляет. Другое дело, что тут есть некоторая проблема, заключающаяся в том, что хотя у демократов есть выбор продолжить войну или не продолжать ее, у Перикола никакого выбора нет. Потому что если война закончится, то Перикол закончится вместе с ней. И не только политически закончится, да, но скорее всего его просто выдадут. Или изгонят. Поэтому, когда Перикол говорит «я остаюсь тем же самым и не скажу со своей позиции», он лукавит. Да, он остается тем же самым, но не потому, что он сделал такой выбор, а потому, что у него никакого выбора нет. Мои доводы кажутся вам ошибочными вследствие вашего слабодушия. Потому что каждый из вас теперь же чувствует горестные последствия, а о пользе у всех вас отсутствует ясное представление. Вы видите это вы, вы, вы на рассчиты повторенные. После того, как дела приняли решительную перемену, к тому же внезапно дух ваш принижен, чтобы оставаться при прежнем решении. В самом деле, внезапность и неожиданность событий, обманувших к тому же большую часть расчетов, порабощает рассудок. Это и случилось с вами, ввиду всех других бедствий, особенно же чумы. Однако вам, гражданам великого государства, воспитанным в соответствующих его величию принципов, должно стремиться противиться самым тяжелым, тяжким несчастьям и не затмевать вашего достоинства. Люди одинаково осуждают того, кто из трусости оказывается ниже присущей ему славы, и ненавидят того, кто по смелости домогается несоответствующей ему славы. Вы должны, забыв личные невзгоды, добиваться спасения государства. Перекол напоминает им уже знакомые вам вещи, что так как вы демократы, то надо как бы и умирать ради демократии. Других вариантов никаких у вас нет. Если вы сейчас отступите, то что же будет с нашей империей, которую мы только что создали? Потому что тогда вы, естественно, всего лишитесь. А если вы не отступите сейчас, а просто будете распространять панические настроения, то вас возненавидят наши союзники. И это тоже ничем хорошим для нас не закончится. 62. Для нас должно бы быть достаточно и тех доводов, какими я при других случаях многократно доказывал несостоятельность ваших подозрений. Будто мы не одержим победы. Как бы не была трудна и продолжительна война. Теперь я разъясняю вам еще одно преимущество касательно громадности средств для поддержания вашего владычества. Смотрите-ка, Перикл говорит «Теперь я разъясняю вам». Он все это время от Афинян что-то скрывал. Что-то, что было не предназначено для их ушей. И стало предназначено только потому, что Периклу грозит опасность. Мне кажется, вы никогда не принимали его в соображение, да и я недостаточно указывал на него в прежних речах. Не говорил бы я о нем и теперь, не желая давать повода к излишнему хвастовству, если бы я не видел, что вы испуганы без достаточных оснований. Дело в том, что вы считаете себя владыками только над союзниками. Я же утверждаю, что из двух элементов, явно предоставленных в пользование человеку, суши и море, на одним вы являетесь в полном смысле слова настоящими господами. И не только на том пространстве, на каком пользуетесь им теперь, но и дальше, если бы пожелали. И в настоящее время нет такого царя, нет ни одного народа, которые были бы в состоянии задержать плавание вашего флота при его теперешнем оборудовании. Понимаете, куда клонит Перекл? Чего он хочет? Какова цель этих слов, которые он раньше не произносил? Что он пытается распалить в Афиньянах? Надежду. Конечно, конечно. Что подталкивает их к миру? Страх. Им страшно. Им очень нехорошо. Трупы на улицах. Перекл знает, что единственным способом победить страх у демократов, по крайней мере, оказывается надежда. И он распаляет эту надежду. Эта война, это не война с пелопонесцами, не греческая война. Это война за мировое господство. Потому что всюду, где есть море, есть наше господство или может быть наше господство. А море, понятное дело, есть всюду. Следовательно, на самом деле мы не воюем с пелопонесцами. На самом деле мы воюем со всем миром. И у нас есть силы для этого. Есть силы, чтобы победить. 63. Давайте даже 62-4. Дело в том. Дело в том, что кичливость бывает и в трусе. Если невежество помогает счастливый случай. Самоуверенность же свойственна тому, кто сознательно уверен в превосходстве над врагом. И эта уверенность и есть у нас. Да. И мы не просто благодаря морю можем оказаться в любой точке и господствовать над любой точкой. Мы так и делаем, потому что у нас нет противников на море. Источником нашей самоуверенности является наше превосходство над спартанцами, которые не умеют плавать. 63. Вам надлежит оказывать содействие тому почетному положению, которое занимает наше государство благодаря своему могуществу, которым вы все гордитесь. И или не уклоняться от трудов, или вовсе не гнаться за почеты. Не думайте, что борьба идет только об одном – о рабстве вместо свободы. Она идет о потере власти и об опасности, угрожающей вам за ненавистное ваше владычество. И вот здесь Перикл приходит к истине, которой он не говорил ранее. Эта война – это не война за свободу. Эта война – это война за существование Афин. У афинян, следовательно, как и у Перикла, нет никакого выбора. Поражение в войне означает окончание существования города. Причина этого заключается в том, что Афины больше не город, не отдельный город, а целая империя. И потому поражение для нее означает конец всего. Но у афинян может быть выход. Смотрите, могут сказать они. А именно, а что если мы, как настоящие тираны, отойдем от власти, откажемся от нее, разрушим империю, чтобы, понятное дело, достичь мира, освободим союзников от Дании и скажем, ну все, мы устали, мы расходимся. Но Перикл говорит, это невозможно, пожалуйста. Отрекаться от власти вам нельзя, хотя иные из страха и праздности и разыгрывают теперь роль честных людей. Ведь власть ваша имеет уже вид тиранины. Да, вы и теперь Экл не скрывает. Захватить ее считается несправедливостью. Отказаться от нее опасно. Подобного рода люди скоро погубили бы государство, если бы им удалось склонить на свою сторону других граждан. Или если бы они устроили для себя где-либо автономное государство. Миролюбивая политика, если она не соединяется с энергией, не спасает государство. Свободная от опасности покорность полезна не в государстве господствующем, а в подчиненных. Перикл говорит, так как мы являемся империей, империя представляет из себя давление центра на периферию, мы на самом деле тираны. Тиран не может уйти от власти на пенсию. Так не бывает. Поэтому отдать империю, распустить Афинский союз, это не значит достичь мира. Мира не будет. Есть только один мир в победе. И, понятное дело, для афинян, следовательно, нет иного выбора, кроме как победить. Здесь, правда, есть еще кое-что интересное. 64.2 То, что исходит от божества, следует принимать сознанием его неотратимость, а то, что причинено врагами, с мужеством. Это было в обычаях нашего государства раньше. И вы не должны служить ту помеху. Сознайте, что государство наше пользуется величайшей славой у всех людей за то, что оно не склоняется перед несчастьем. Что в войнах оно потеряло множество людей и потратило много труда. Что оно до сих пор располагает величайшим могуществом, память о котором сохраняется в вечных у потомков, если даже мы теперь слегка и уступим. Всему в природе свойственно и убывать. Останется память о том, что мы, эллины, имели под своей властью наибольшее число эллинов. И в жесточайших войнах устояли как против отдельных врагов, так и против всех сил и в совокупности. Что мы занимали город богатейших во всех отношениях и величайших. Смотрите, какие интересные вещи говорит Перикл. Во-первых, он, понятное дело, закончил говорить о том, что выхода нет. И, устрашив афинян, должен снова дать им надежду. Надежда заключается в том, что мы есть величайший город в истории. Мы уже величайший город в истории. Но мы можем таким и остаться. И тут есть только одно замечание, которое интересно. Когда Перикл наконец-то говорит «мы», он говорит «мы-эллины». Не мы, афиняне. Перикл не афинянин. Перикл грек. Это две разные вещи. Я почему обращаю на это ваше внимание, потому что у нас будет человек, который будет даже и не греком. Если неразивый может прицать все это, то жаждущий деятельности сам будет соревновать нам, а не приобретший столько, как мы, будет нам завидовать. Что нас в настоящее время ненавидят и тяготятся нами, это общая участь всех, которые изъявили притязание господствовать над другими. Значит, если наши враги нас ругают, значит, мы все делаем правильно. Идея именно такая. Если нас ненавидят, это доказательство того, что мы являемся господствующими. Но кто стремится к высшему, тем самым навлекая на себя зависть, тот поступает правильно. И в самом деле ненависть держится недолго. Блеск же настоящий, и слава в будущем вечно остаются в памяти людей. Да. И, естественно, Перикл немного говорит нам о природе, а именно о том, что важнее, ненависть или слава. То есть, что сильнее, страх, страх быть ненавидимым, или надежда. Надежда на то, что то, что вы делаете, и то, что вызывает у других людей ненависть, приведет вас к вечной славе. И ответ Перикла – надежда всегда сильнее. Почему он говорит, что ненависть держится недолго? Потому что, понятное дело, что ненависть исчезает вместе с ее причиной. Когда Афины падут, союзники перестанут их ненавидеть. Ну, понятное дело, у них будет кого ненавидеть заново, да, вместо Афинян. Это будут старые добрые спартанцы. Зато, говорит Перикл, тот факт, что мы держали империю, останется в наших веках и будет частью нашей славы. Он упирает на тщеславие демократы. 65. Такую речью Перикл старался фарализовать раздражение Афинян против него и отвратить их внимание от бедствий настоящих. А, 65-4. Вскоре, после того, так обыкновенно поступает толпа. Вы видите, Фукидид согласен с Периклом. Они, однако, снова выбрали его в стратегии, доверили ему все государственные дела. Каждый был уже менее чувствителен к личному горе, а для нужд, общегосударственных, Перикл считался самым драгоценным человеком. И действительно, пока он стоял во главе государства в мирное время, он руководил им с умеренностью и вполне охранил его безопасность. Вы видите эту квалификацию в мирное время. Государство достигло при Перикле наивысшего могущества. А когда началась война, он и в то время, очевидно, предусмотрел всю ее важность. Восемь. Происходило это от того, что Перикл, опираясь на свой престиж и ум, будучи, очевидно, неподкупнейшим из граждан, неподкупнейшим из граждан, свободно сдерживал народную массу. И не столько она руководила им, сколько он ей. Благодаря тому, что Перикл приобрел влияние никакими либо неблаговидными средствами, он никогда не говорил в угоду массе, но мог, опираясь на свой престиж, даже кое в чем с гневом возражать ей. Десять. По имени. По имени это была демократия. На деле власть принадлежала первым убежданием. Успех Перикла и его и умеренность строя при Перикле связаны только с тем фактом, что это была не демократия. И, естественно, проблема Перикла заключается в том, что как только он влияние потерял, на его место претендует не один великий человек, как мы говорили в прошлый раз уже, а несколько. Что футенит прямо сейчас опишите, пожалуйста. Десять. преемники Перикла были, скорее, равны между собой. В то же время каждый из них, стремясь стать первым, угождал народу и предоставлял ему управление государством. Да, демократия могла быть успешной и дальше, говорит футенит, при условии, что это была бы не демократия. Проблемы стали возникать, потому что у Перикла не один наследник, а много, и они равны. То есть, государство или народ дал себе не одного великого человека, а нескольких. И несколько великих людей вынуждены были для того, чтобы обрести власть, поддакивать народу, что сделало демократию более и более разнузданной, что сделало демократию наконец-то демократией, управлением народа. И это, конечно, говорит, Хукидит привело демократию никуда. В следствии этого, как обыкновенно бывает в государствах больших и владычествующих над другими, сделано было много ошибок. В том числе это относится и к сицилийской экспедиции. Поход этот не удался не столько вследствие ошибочного представления о тех, против кого шли афиняне, сколько от того, что отправив войско, граждане не принимали дальнейших решений, полезных для отправивающихся войск. То есть не придерживались одного курса действий, одного образа действий, ну как подобает демократии. Проблема демократии не в ее империализме, не в том, что демократы хотят захватить мир. Проблема демократии не в том, что они даже начали вторую половину войны, не в том, что они оказались агрессивными. Проблема демократии в том, что это демократия. Проще говоря, афинская экспедиция потерпела свое поражение, как мы увидим позднее, в смысле не увидим позднее, только по одной причине, потому что демократы отозвали Алкивиада. Если бы Алкивиад, который затеял эту экспедицию, остался бы в составе афинского войска, она бы прошла супер успешно. Но демократы решили казнить Алкивиада и за это заплатили демократии и победой войны. Однако это не значит, что демократия не была сильна, и Фукидит сейчас покажет нам силу демократии. 12. Однако, хотя афиняне потеряли в Сицилии большую часть флота и другие военные средства, а в городе происходили уже междоусобицы, в течение трех лет они выдерживали еще борьбу и с прежним врагом, и с действовавшими заодно с ними сицилицами, а также с увеличившимся числом отпавших союзников. Впоследствии же и сына персидского царя Кира, также примкнувшим пелопонессам и снабжавшим их деньгами на флот. Помните эту историю? Афиняне снаряжают огромный флот, чтобы плыть на Сицилию. На Сицилии начинаются проблемы, и Ники говорит пришлите еще один такой же флот. Афиняне присылают еще один такой же флот, который они отправили на Сицилию. Там все это гибнет, и афиняне в кратчайшие сроки вынимают из себя еще один такой же флот, чтобы продолжать сражаться в войне. Демократия не имеет неистощимые ресурсы. Но демократам это не помогает. Давайте заключение 13. Вот насколько расчеты Перикла тогда оказались даже ниже действительности, когда он предсказывал афинскому государству очень легкую победу в войне с одними пелопонессами. Да, то есть демократия заканчивает войной на три фронта с потерей третьей своей военной силы, и она все равно продолжает какое-то время успешно сражаться. 67. В конце той же летней кампании Коренфианин Аристей, лакедемонские послы Анерис, Николай, Протодам, Тегеев, Тимагор и частным образом Аргивианин Палис отправились в Азию к персидскому царю с целью попытаться уговорить его дать денег и вести войну с ними сообща. Ровно как и хотел Архидама. Все по плану царя. Здесь и происходит впервые и эскалация. Садок 3. Садок склонился на просьбы послов, и когда те направлялись через Фракию к судне, на котором они рассчитывали переплыть в Елеспонд, он велел схватить их прежде, чем они сели на судне. Для этого он послал вместе с Лиархом и Аминиадом других людей и приказал передать послов афинян. Афиняне взяли их и переправили в Афину. По прибытии послов афиняне опасались, как бы Аристей снова не убежал и не причинил им еще большего вреда, так как, по-видимому, он и раньше был виновником всего того, что случилось с Патидеей и Фракийском побережье. Хотя послы и желали сделать какие-то заявления, афиняне в тот же день без суда умертвили их и бросили в яму. Нельзя убивать послов. Это запрещено. Это невозможно. Это нарушение всех дипломатических и международных, если хотите, законов. Но эскалация требует, или вернее, в этом она и заключается, в том, что уже все законы постепенно перестают иметь силу. Эскалация происходит и дальше 70. Мы возвращаемся к вопросу о Патидее. Ту же зимнюю кампанию Патидеяне оказались не в состоянии долей выдерживать осаду. Вторжение Пелопонеса в Ваттику нисколько не понуждали афинян отказаться от осады. Между тем, в съездных припасах у Патидеян ощущался недостаток. И помимо многих других предметов, которые из нужды употреблялись в Патидее в пищу. Некоторые Патидеяне поедали даже друг друга. Да, это тоже величайший грех и величайшее нарушение благочестия, которое невозможно совершить в принципе. И это тоже часть эскавации 71. Следующую летнюю кампанию Пелопонесцы и союзники не вторглись в Атику, но пошли войной на Платею. Да, вы помните, Пелопонесцы должны потихоньку осадить Платею. И вторая книга как раз и посвящена тому, как это осадо проходит и чем она заканчивается. Во главе их был царь лакедемонян Архидам, сын Захсидам. Расположив войско в лагере, он собирался опустошать поля. Платеяне немедленно отправили к нему послов с такой речью. Идя войною на Платейскую землю, вы, Архидам и лакедемоняне, поступаете несправедливо и недостойно ни вас, ни отцов ваших. Помимо ссылки на дедов, которые вам уже всем прекрасно знакомы, с которой начинается много чего у спартанцев в жизни, вы также должны узнавать этот речевой прием. Кто говорит о справедливости? Или в данном случае о несправедливости? Правильно! Им нечего предложить спартанцам. Поэтому они говорят о несправедливости. Но это заранее означает, что это пустая речь. Они ничего не добьются. Так и происходит. Правда, перед нами все еще добрый спартанец Архидам, который предлагает Платеянам отличную сделку. 72-3 но. Но Архидам ободрял Платеян следующими словами. Передайте город ваш и жилища Наб лакедемоняна. Обозначьте границы вашей земли. Сдайте по счету деревья ваши и все, что может быть сосчитано. Сами же выселяйтесь, куда желаете, пока будет война. По окончании ее мы возвратим вам все, что вы не приняли от вас. Вы помните эту проблему? Нельзя брать город штурмом, потому что придется его вернуть по договору. надо заставить граждан сдать его добровольно, и тогда его не надо будет возвращать. Архидам говорит, сдайте город, сдайте город, перепишите имущество, и мы вам все после войны под ключ вернем. Я спартанец, мы держим слово. Все будет снова вашим до последнего дерева, мы даже не будем ничего срубать. А до того времени удержим это в качестве залога. Будем обрабатывать вашу землю и делать вам столько взносов, сколько было бы достаточно для вас. Да, мы даже землю не дадим испортиться и зарасти. Все для вас. Но послы выслушали это, снова вошли в город и, посоветовавшись народом, отвечали, что желают прежде всего сообщить требования Архидама Афиняна, и потом исполнят их. Если добьются на то согласия со стороны Афинян. До тех пор платьяне предлагали заключить с ними перемирие и не опустошать их полей. Архидам заключил перемирие на столько дней, сколько требовалось для возвращения послов из Афин и не разорял полей. Вот и они говорят, нам надо посоветоваться с нашими союзниками. Архидам говорит, да без проблем. Будет вам перемирие, мы не трогаем ваши поля. А время это идет. Вы помните, что спартанцы могут вторгаться только в определенное время. Архидам тратит это время без лишних проблем. Плательские послы отправились к Афинянам и после совещания с ними возвратились, сообщив гражданам следующее. Плательские граждане, с того времени, как мы стали вашими союзниками, говорят Афиняне, мы ни в чем не давали вас в обиду и теперь не допустим до этого. И по мере сил наших поможем вам. И Афиняне обещают Плательянам помощь, забегай вперед, ее не будем. 74. Выслушав это сообщение послов, Плательяне постановили не изменять Афиняна, выдержать, если нужно, и опустошение полей, претерпеть все, что бы ни случилось. Далее Плательяне решили никому из них уже не выходить из города, а лакидемонянам дать ответ с укреплений, что они не могут исполнить их требования. Только по получению этого ответа Архидам, призвав свидетелей туземных богов и героев, сказал следующее. Все боги, властвующие в Плательской земле и герои, будьте свидетелями, что мы с самого начала не поступали несправедливо. Вы видите, как Архидама волнует боги и справедливость. Так как Плательяне первые изменили общий клятву. Когда мы вошли в эту землю, в которой отцы наши молили вас о даровании победы над Персием, и где вы благосклонно даровали Эллина успех в борьбе. И теперь мы не будем виновны, если употребим против Плательян какие-либо меры. Вы видите, как Архидам заботится о том, чтобы не нарушать договоров, и чтобы первыми их нарушили противники. Почему последнее предложение? Разрешите же, чтобы те, кто раньше учинил неправду, понесли наказание, а справедливые каратели исполнили мщение? Да. Естественно, это все обращено к богам. Боги следят за справедливостью. Справедливость была нарушена, значит, боги оказываются на стороне тех, кто ее не нарушал. Мы ничего не нарушали, мы полей не трогали, мы соблюдали договор, плот и яни сами отказались соблюдать наше предложение. За это они будут наказаны. Что делает орхидам? Естественно, как и всегда, нет стенобитных орудий, но есть стенок. Поэтому есть только несколько вариантов победы в такой ситуации. Первое, бесконечная осада, которая не может происходить в основном потому, что всем придется подплыть домой в какое-то время. То есть можно оставить какой-то гарнизон, но если афиняне помогут. Второе, можно попытаться срыть стены, но сделать это, особенно если вы ведете осаду, супер опасно. Их и так срывать опасно, а во время осады практически нереально. Можно, конечно, попытаться сделать что-то, если через город проходит река. То есть вы знаете, где река входит в город, там нет стены, очевидно, в смысле там есть арочка. Вы можете реку обмелить и зайти по открывшемуся руслу, что не вариант в данном случае. Поэтому у вас остается только один вариант развития событий. Вы начинаете строить гигантскую насыпь, которая была примкнута к стене и по которой можно было бы зайти на стену. Спартанцы начинают строить эту насыпь. Они же спартанцы. В смысле тогда происходит технический прогресс. Чего не было еще никогда. 75-6 тогда плотеяния. Тогда плотеяния придумали следующее. Они разобрали стену в том месте, к которому примыкал вал и стали таскать землю в горы. Спартанцы бросают наверх этого самого вала землю, плотеяния разобрали стену и споднизу вытаскивают эту землю. Что происходит это же спартанцы. Два месяца они не замечают, что вал не растет. спартанцы не замечают, что вал не растет. А наступает как бы уже осень. Но все стало невозможным для них. И спартанцы удаляются ни с чем, оставив небольшой гарнизон и окружив город. 85. Со своей стороны лакедемоняне послали к нему на корабли советников Демократа, Бросида или Кафрона с приказанием основателей готовиться к новой морской битве и не удаляться с моря перед малочисленными неприятельскими кораблями. Итак, у нас есть спартанский адмирал и есть его советники. Один из этих советников Бросид. По мнению лакедемонян неудача была большой для них неожиданностей. Да, значит, что случилось, почему несчастному адмиралу нужны советники? Потому что спартанцы проиграли первую морскую битву. Они, естественно, все в ужасном, я имею ввиду проигравшие, в ужасном состоянии. Они никогда не сражались на море. Они, естественно, проиграли афинянам. И они не понимают, что делать дальше. Это же спартанцы. Поэтому Спарта, естественно, не посылает им дополнительных кораблей, это слишком долго, а посылает им трех человек в подарок. Вы видите, при перечислении им бросит центральную. Эти люди должны решить эту проблему, проблему поражения, естественно, победой. Но они не адмиралы, они не руководят флотом, они только советники. Значит, они должны заставить спартанцев победить с помощью совета. Совет это речь. Они должны заставить спартанцев победить речью. Это большая проблема, пожалуйста. Неудача была большой для них неожиданностью, главным образом потому, что они впервые попытались дать морскую битву. Они объясняли причину неудачи не отсталостью их в морском деле, но некоторым недостатком энергии, не принимая при этом во внимание разницы между долговременной опытностью афинян в сравнении с кратковременностью их собственных занятий морскими делами. Да, спартанцы объясняют происходящее неправильно. Они говорят не то, что нам мы проиграли, потому что нам не хватило опыта. Они говорят, мы проиграли, потому что мы были недостаточно энергичны, потому что мы недостаточно вкладывались в победу. Готовится вторая битва, естественно, потому что война-то продолжается, и перед этой второй битвой произносит первую свою речь Брасид. Задача Брасида, естественно, как вы только что от меня услышали, сделать так, чтобы спартанцы победили в грядущей морской битве. Потому что ничего не изменилось, опытнее они не стали, больше их не стало, ничего не случилось, только Брасид приехал. И сейчас он объяснит, почему в грядущей битве они победят. Это очень длинная речь. 86-6. Затем к ним Брасид и прочие пелопонесские вожди, желая поскорее дать морскую битву, прежде чем прибудет помощь от афинян, созвали сначала воинов и, видя, что большинство их, вследствие прежнего поражения рабеет и обнаруживает нерешительность, обратились к ним со следующей ободрительной речью. Итак, вы видите, что это какая-то коллективная речь, где много людей сразу обращаются к многим людям сразу. Понятное дело, что, скорее всего, это речь про себя. Второе, вы видите цель. Цель здесь одобрить, ободрить. Пелопонезцы. Если кто из вас, быть может, боится предстоящей битвы, имея в виду исход происшедших, то опасение это покоится на неосновательном предположении. Итак, вы видите, оратор начинает с того, что пытается успокоить страх спартанцев. Как обещал нам покинуть. Тогда боевая подготовленность наша, как вы знаете, была недостаточна. Да и шли мы скорее на сухопутную битву, а не на морскую. Кроме того, было немало неблагоприятных для нас случайностей. Наконец, тогда мы впервые сражались на море, и наша неопытность также, вероятно, была причиной неудачи. Вы видите, что оратор очень четко, как и фукидит, понимает проблему поражения, причину поражения. Причина неудостатка энергии, причина неопытности. И проблема-то в том, что неопытность никуда не делась. От одной морской битвы вы опытными не станете. Таким образом, поражение произошло тогда не по вашей трусости, и было бы неосновательно падать духом из-за неудачного результата, коль скоро он явился не вследствие превосходства неприятельских сил, но в самом себе заключал некоторое оправдание. Это не они победили, это мы проиграли. Это очень важное замечание, потому что Бросси показывает, что на самом деле все зависит не от противника, а все зависит от нас. Четыре. Между тем, вы не настолько уступаете неприятелю в опытности, насколько превосходите его отвагу. Искусство врагов, которого вы всего более боитесь, только тогда принесет пользу, если оно соединено с мужеством, и если враги будут применять критическую минуту в делу то, чему они научились. Без храбрости бессильны против опасности всякое искусство. Итак, как бросить успокаивать несчастных толпанесов? Он говорит, что значит случилось так, что нас превзошли по какому-то параметру. Вы все думаете, что нас превзошли по параметру опытности. Но я вам говорю, что на самом деле опытность это не все. И я вам говорю, что на самом деле это не все. А все это опытность, соединенная с храбростью. Но храбрости мужества у нас гораздо больше, чем у наших соперников. Поэтому мы должны будем победить во втором сражении. Тут же мы должны отмечать несократичность заявления Брасида. Брасид говорит, что опытность не дает мужества. Знание без мужества в военном деле абсолютно бесполезно. Но мы-то знаем, кто здесь более мужественный. То есть ни у кого не стоит вопросов по поводу того, что спартанцы мужественнее, чем Афинян. Здесь поступает против сахаристского логика. Конечно, да, то есть здесь Брасид вообще не поддерживается кратическое логика. Но этого, понятное дело, недостаточно, потому что проблема-то в том, что все понимают, включая и нас с вами, что вообще-то спартанцы всегда превосходили Афинян мужеством. В смысле и в прошлой битве тоже. Но почему-то они прошлую битву не победили. Поэтому Брасину нужно объяснить новый принцип победы. Объясните, почему, несмотря на то, что мужества у них больше, но как бы Афинян они все равно победят. И у Брасида есть величайшее объяснение. И это объяснение настолько показывает, это объяснение открыто показывает, насколько Брасид не спартанец. Насколько он вообще уникальный для спарты персонаж. Насколько он близок к Афинянам. Пять. Итак, больше опытности врагов противопоставьте большую отвагу, а вашему страху вследствие прежнего поражения вашу неподготовленность в то время. Преимущество ваше заключается в большей численности кораблей, а также в том, что вы будете сражаться подле своего берега в присутствии гоплит. Превосходство большей частью остается за более многочисленными и лучше вооруженными. Вы понимаете, что говорит спартанец Пелупонессам, что Бог на стороне больших батальонов это безумие для спартанца, потому что их всегда мало. Спартанцы уверены, что победа достигается малым числом над большим при определенных условиях. Боросид говорит, нет, победа всегда за большим количеством людей. Бог на стороне больших батальонов, нас больше мы победим. Естественно, на этом речь Боросида заканчивается. Естественно, Фукидид дает нам и речь его противника, в смысле предводителя Афинян Формиона. Что же говорит Формион Афинянам? 89. Я собрал вас, воины, потому что вижу, как вы боитесь многочисленности врагов. Формион тоже понимает, он же Афинянин, он демократ, он понимает, что Бог на стороне больших батальонов. И ему тоже надо как-то одобрить своих подчиненных. И потому, что считаю недостойным робеть перед тем, что не страшно. Ведь они снарядили столь большое число кораблей, не равное нашему, прежде всего потому, что они были побеждены раньше, и потому, что сами не считают себя равными нам. Далее, они идут на нас главным образом в той уверенности, что их долг быть мужественным, и подчеркивают свою смелость лишь своей опытности вести сухопутную войну, в которой они большую часть имеют перевес. Они воображают, что вследствие этого они будут иметь такой же успех и на море. Если даже они превосходят нас на сушь, то теперь по всей справедливости преимущество скорее будет на нашей стороне, так как мужеством они ничуть не выше нас. Итак, Формион начинает с простых вещей. Их больше, ну невозможно толкать по этому поводу, может быть и хотелось, но все видят, что их больше, но это же значит, что мы сильнее, потому что если бы они были сильными, они бы не выделили столько сил для того, чтобы нас победить. Второе, говорит Формион, они думают, что превосходят нас мужеством, на самом деле это не так. А ввиду того, что каждая сторона более опытна в том или ином отношении, в настоящем случае мы и должны быть более смелыми. Ага, и Формион уверен, что мужество это знание, они не превосходят нас природным мужеством, зато мы превосходим их опытом и мужеством в морском бою. Четыре. Кроме того, лакидемоняне, как пользующиеся гегемонии, ведут в опасность большинство своих воинов против их желания, лишь ради собственности своей славы, так как потерпев жестокое поражение, союзники их никогда не начали в новой морской войне. Наконец, они сражаются не за себя, поэтому они не хотят сражаться. Мы сражаемся за себя, поэтому мы хотим сражаться. Это величайшая разница между афинянами и спартанцами. Спартанцев мало, поэтому армия спартанцев это никогда не спартанцы. Это элоты и союзники. Афиняне наоборот. В Афинском морском союзе нет никого кроме афинянов. В том смысле, что весь флот морского союза это флот состоящий из афинян. Поэтому они сражаются или считают можно сражаться до конца. Однако Формион понимает, что этого недостаточно для того, чтобы убедить воинов сражаться. Пять. Отваги неприятелей не страшитесь. Вы внушаете им гораздо больше страх и с большим основанием, как потому, что раньше одержали над ними победу, так и следствие уверенности их, что мы не вступали бы с ними в борьбу, если бы не надеялись совершить что-либо достойное при столь большой разнице в силах. Мы это к ситуации двух белых медведиц. Они боятся нас больше, чем мы их. И у них есть причины бояться нас сильнее. Семь. Много раз войска терпели поражение от менее многочисленного врага по неопытности, иногда по трусости. Да. Я говорю, что большие числа наших врагов это не проблема, потому что бывали такие ситуации, при которых меньшее побеждало, меньшее войско побеждало большее. Десять. Вам предстоит серьезное состязание или сокрушить надежду пелопонесов на морские их силы, или увеличить опасения афинян за свое морское владычество. И заметьте, Формион совершает ошибку. Вместо того, чтобы говорить о страхе пелопонесов и надежде афинян, он говорит о надежде пелопонесов и страхе афинян. После чего происходит морская битва. Подисходит она прекраснейшим образом, в результате чего пелопонесцы побеждают. Побеждают они, потому, что Брасит был прав. Бог на стороне больших батальонов. Потому, что Брасит выказал абсолютно афинские настроения, в то время как Формион скорее выказал спартанские. Но Брасит не останавливается на этом. Вы помните, что он очень необычный спартанец, что он уже показал. Он инициативный и быстрый. И он проявляет инициативу снова 93. Прежде чем распустить флот, отступивший в Каринф и Крисейский залив, к ним Брасит и прочие пелопонесские начальники в начале зимней кампании по совету Мигарян хотели попытаться овладеть Афинской гаванью Пиреи. Да, Пиреи это все. Захват Пирея означает конец войне. Потому что если Пиреи захвачен спартанцами, а понятное дело Аттика окружена спартанцами, то афиняне оказываются отрезанными от любых поставок людей. Это означает гибель города. И это означает победу. Брасит это понял, потому что ему посоветовали правильные люди, и предлагает немедленно захватить Пиреи, пока афиняне не ждут удара. Пожалуйста. Гавань не была защищена и не была закрыта. Вероятно, потому что флот афинский был очень силен. Афиняне даже не думают о том, что спартанцы могут попытаться захватить Пиреи. Им и в голову это не приходит. Они настолько уверены в своем могуществе на море, что они не думают о своей безопасности. Решено было, что каждый матрос возьмет с собой весло, подушку для скамейки и ремень и пешком дойдет от Каринфа до моря, обращенного к афинам. Что? Прибыв быстро в Мегары, они выведут в море из Несейской верфи 40 своих кораблей, находившихся там. И Пилопанес не просто принимает инициативное решение благодаря Брасиду, они начинают его быстро исполнять. Четыре. Между тем, Пилопанес как решили, так тотчас и двинулись в путь. К Несеи прибыли они ночью, вытащили корабли, но не поплыли уже в Пире, как думали, потому что устрашились опасности. Но спартанцев побеждает их спартанский характер. Брасид принимает правильные решения, но спартанцы слишком медлительны и слишком страшатся, чтобы эти решения быстро исполнять. Поэтому они направились к Соломинскому мысу, обращенному к Мегану. Там была крепость и стояло три сторожевых корабля, чтобы не впускать Мегарян в Пирей и не выпускать из него. Пилопанесы бросились на крепость и увлекли за собой пустые триеры. Остальной Соломин опустошили, неожиданно напав на него. По направлению к Афинам подняты были сигнальные огни, возвещавшие о нашествии неприятия. И афиняне объяты были такой паникой, какой не бывало за все время войны. Да, и это очень важно, потому что то же самое, как вы помните, произойдет с войсками Симула Брасида и Пердики, а именно наступлением никак не обоснованной паники. Что же случилось? Находившиеся в городе воображали, что неприятель вошел уже в Пирей, а Пирейцы полагали, что взят Соломин, и что неприятель в тот час обратится против них. Это и могло легко случиться, если бы Пелопонессы решили не медлить, и если бы ветер не помешал им. Да, но Пелопонессы, как всегда, вместо того, чтобы исполнить задуманное и закончить войну, начали медлить, в результате чего паника, которая была в целом залогом их тотального успеха, все-таки прошла. С рассветом афиняне со всем своим войском поспешили на помощь Пиреи. Видите, вся ночь была у Пелопонессов в запасе, чтобы взять порт и уже никогда его никому не отдавать. Спустили корабли на море, торопливо, с большим шумом, сели на них и пошли к Соломину. На страже же Пирея поставили сухопутный отряд. Когда Пелопонессы узнали, что афиняне идут на помощь, они, опустошив набегами большую часть Соломина, забрав пленников и добычу и захватив три корабля из крепости Вудора, поспешно отплыли к Несеи. Четыре. С этого времени они уже старательнее охраняли Пирей. Втреть стали запирать гавани и принимать все мер предосторожности. Да, наконец-то афинян, значит, укусила пчела и афиняне поняли, что их великое могущество все-таки имеет свои уязвимые стороны и поэтому надо предпринимать некоторые меры безопасности. Описав этот удивительный случай с Брасидом, Фукидид переходит к описанию варваров и участия варваров в этой войне. Но вы знаете, варвар номер один, который нас интересует, это, конечно же, царь Македонии Пердико. Он решает в Македонии свои проблемы, пытаясь разобраться с местными властителями под, естественно, предлогом того, чтобы быть союзником то одной, то другой стороны. Мы это читать не будем, лишь позднее, когда Брасид и Пердико соединятся вместе, может быть, тогда мы это обсудим. Но нас интересует, что есть интересные варвары, которые интересным образом существуют в этом своем варварском мире. 97.4 Адрисы, как и остальные фракияне, установили у себя обычай. Противоположны тому, которые существуют в Персидском царстве. Итак, есть некоторые странные варвары, у которых есть странный обычай. Кой же? Лучше брать, чем давать. И у них считалось более постыдным отказать в просьбе кому-либо, нежели получить отказ. Обычьим этим Адрисы, благодаря своему могуществу, пользовались больше других фракиян. Так что нельзя было ничего добиться от них без подарков. Вследствие этого царство Адрисов достигло большого могущества. И этот обычай сделал их невероятно могущественными. Обычай, согласно которому лучше брать, чем давать. как это связано с политическим могуществом. Это большой вопрос, на который мы найдем ответ немного позднее, но забегая вперед, вы уже знаете, каков ответ на него, потому что вы читали государя Макеавелли, а значит знаете, что это за принцип, согласно которому надо брать, а не давать. Макеавелли формирует его следующим образом. Люди гораздо больше любят тех, кому они сами сделали добро, чем тех, кто сделал добро им. Вам нужен пример, вы уже слышали его от меня, я готов повториться. Ваши родители любят вас не потому, что вы хорошие. Правда заключается в обратном. Ваши родители любят вас, потому что в вас было вложено огромное количество денег, времени, физических сил и сил духовных. Вот именно потому, что в вас столько было вложено, вы являетесь предметами любви. Люди любят тех, кому они сделали добро сами больше, чем тех, кто сделал добро им. Именно этот принцип позволил варварам адрисам достичь невероятного могущества. Если это касается отношений с союзниками или тех на лучшем партии, то мамы будут готовы работать что-то дать. Нельзя принуждать давать. Нельзя принуждать давать. А речь, конечно, идет о том, что адрисы готовы были помогать в обмен на эти подарки или делать что-то в обмен на эти подарки. Но ситуация не такая. Давайте мы сделаем, а вы нам заплатите. Ситуация обратная. Давайте вы нам что-нибудь подарите и станете нашими хорошими друзьями. Да. Хорошо. Оставляем варваров в покое. Хотя тут есть еще кое-что, но все-таки лучше оставить варваров в покое и двинуться даже к следующей книге. В следующую летнюю кампанию в ту пору, когда хлеб начинает созревать, пелопонессы вместе с союзниками совершили поход в Ате. Ну, вы видите, они последовательны, да, поход им еще не стоит и каждый год они вторгаются непонятно зачем. Два. Немедленно после вторжения пелопонессов отложился от Афинян Лесбос, за исключением Мефимы. Лесбосцы думали было сделать это еще до войны, но лакедемоняне тогда не приняли их и теперь отпадение совершилось в силу необходимости раньше, чем решили Лесбосцы. Значит, вы знаете, что Лесбос это остров и соответственно, что островитяне по умолчанию союзники Афинян и что эти союзники Афинян хотели давно отложиться и вот наконец-то, несмотря на то, что спартанцы не приняли их, сделали это три. Удрученные болезнью и войной, которая только теперь достигла полного развития, Афиняне видели большую для себя опасность в том, если Лесбосцы с флотом и свежим войском также станут воевать против них. Сначала они, впрочем, не поверили обвинениям, предпочитая, чтобы полученные ими вести не оправдались. Но потом, когда отправленные на Лесбос послы не могли уговорить Метелиня прекратить саникизм Лесбоса и приготовление к войне, Афиняне стревожились и решили захватить Метелиня за благовременно. Точно так же, как спартанцы осаждают Платею, Афиняне осаждают Метелены. Это снова диалектика, связанная с тем, что мы должны увидеть, как ведут себя спартанцы в осаде одного города, и особенно после окончания осады, и как ведут себя афиняне в осаде другого города и после окончания осады. Напоминаю, что обе стороны при этом должны помогать осаждаемым. То есть, афиняне обещают помочь Платеянам, а спартанцы, как мы увидим позднее, обещают помочь Метелинянам. Вы помните, на всякий случай, напомню вам, что спартанцы осаждают Метелены, но очень, о Платею, прошу прощения, Платею, но очень, очень как-то плохо осоздают, у них ничего пока не получается. Значит, афиняне не верят, что Метелиняне отпали и что Лесбос восстал их. Но потом это подтверждается, поэтому происходит немедленная афинская реакция. Быстро послали они к Лесбосу 40 кораблей, снаряженных было к отправке в Пилопонесские воды. Во главе эскадры стоял стратег Клиепит, сын Денинин, с двумя товарищами. Афиняне были извещены, что за городом совершается празднество в честь Аполлона Малаянского, в котором участвует все население Метелена и надеялись, действуя поспешно, напасть на них неожиданно. Происходит следующий этап эскалации. Афиняне готовы убивать безоружных граждан, участвующих в религиозной процессе. Удастся попытка, хорошо, решили афиняне. Если же нет, они прикажут Метелиняна выдать корабли и срыть стены, а в случае отказа начнут войну. Афинские корабли отошли. Да, в общем-то все идет не совсем по плану, Метелиняне успевают укрыться за стенами и начинается осада. Естественно, Метелиняне бегут в единственное возможное место за помощью. Восемь. Метелинские послы, вышедшие на первом корабле, прибыли в Олимпию, так как лакидемоняне посоветовали им явиться именно туда, чтобы и прочие члены союза, выслушав их, могли участвовать совещание. Да, значит, Метелиняне бегут к спартанцам, чтобы те поддержали их и произносят речь, цель которой, естественно, заключается в том, чтобы спартанцы и их союзники вступили за Метелиной и помогли городу, осаждаем мафиянами. Лакидемоняне и союзники. Нам известен установившийся у Элина в порядок. Кто принимает отпадающих военное время и оставляющих прежний союз, тот рад их видеть у себя, поскольку они ему полезны. Да, и вы видите, они начинают с правильных слов. Речь идет о пользе, не о справедливости. Однако, он ценит их меньше, как предателей и прежних друзей. И такое отношение справедливо, коль скоро отлагающиеся и те, от которых они отделяются, одинаково настроены и единомысленны друг к другу. Да, значит, проблема здесь только в том, что те, кто отлагаются, это предатели. И, понятное дело, никто не любит предателей. То есть, выгода выгодой, но как бы надо думать о справедливости. Метелиняне говорит, не, 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 не. Предателями могут быть только те, кто до этого мыслил одинаково. То есть, это та ситуация, при которой предатель может быть только своего друга. То есть, они говорят, если бы афиняне были бы нашими друзьями, вот то, что мы сейчас делаем, можно было бы назвать предателем. Но афиняне никогда не были нашими друзьями, поэтому мы никого не предаем. А? Это к справедливости. Это к справедливости, да, да. То есть, отношение к нам как к предателям было бы справедливо, но мы не предатели. Ничего подобного не было. Ничего подобного не было между нами и афинянами. Да, мы и афиняне не друзья, поэтому, оставляя их, мы их не предаем. Десять. Прежде всего, мы будем говорить о справедливости и нравственной подкладке нашего поведения. Вы видите, два пункта плана. Выгода и справедливость. Оба пункта изложены коротко, затем метелиняне говорят, сейчас будем разбираться подробно и начнем со справедливости. Вы понимаете, почему переставлены выгода и справедливость? Вначале они говорят, сначала надо говорить о выгоде, потом о справедливости и начинают немедленно говорить о справедливости, потому что речь надо закончить на самом важном ее элементе, а это, очевидно, выгода. Что же по поводу справедливости? Нам известно, что как дружбы частных лиц не бывают прочны, так и общение между государствами обращается ничто, если во взаимных отношениях между ними незаметна настоящая честность, если вообщение сходство в их характере, так как различие в образе мыслей лечет за собой и разногласие в способе действия. Светлитяне говорят, что дружба возможна только между теми, кто мыслит одинаково. Мы не мыслили с афинянами одинаково, ну или вернее, давайте посмотрим, там другая история чуть-чуть. Союз наш с афинянами начался тогда, когда вы устранились от участия в персидских войнах, а афиняне продолжали борьбу до конца. Однако мы заключили союз с афинянами не для проабощения ими эллины, но для освобождения эллинов от персидов. Итак, мы стали друзьями афинян, потому что мы думали, что мы думаем одинаково. Мы думаем о том, как освобождать эллинов. Пока вегемония афинян основывалась на началах равенства с их союзниками, мы энергично следовали за ними. Но на самом деле проблема не в том, что у нас разошлись мнения, такое бывает, друзья иногда не соглашаются. Проблема в том, что дружба возможна только на основании равенства. Мы думали, что мы с афинянами равны, поэтому мы можем быть друзьями. Мы думали, что мы с афинянами заодно освобождаем греков от персидского рабства. А потом выяснилось, что обе эти наши мысли неправильные. Четыре. Но когда мы увидели, что с ослаблением вражды перси афиняне стремятся к порабощению союзников, нами овладела уже тревога. Да, то есть мы еще не предатели, но мы такие, что-то пошло не так в нашей дружбе с афинянами. Значит, афиняне не воюют с персами, и афиняне порабощают эллинов. Не будучи в состоянии за множеством голосов прийти к единогласному решению, чтобы оказать афинянам сопротивление, союзники, кроме нас и хиосцев, были порабощены. Пока мы, значит, думали, что происходит, афиняне уже поработили всех, кроме нас и хиосцев. Но мы перестали уже доверять им, как руководителям, имея пред собой примеры предшествовавшегося их поведения. Ведь казалось невероятным, что афиняне, починив своей власти тех, которые вместе с нами заключили с ними союз, не поступят точно так же с теми, кто оставался неподчиненным, если бы только когда-либо представилась к этому возможность. И следующий шаг. Пока мы думали, что с нашей дружбой не так, вдруг выяснилось, что наш друг собирается нашу дружбу закончить. В смысле, афиняне собираются нас поработить. Наша формальная свобода закончится нашим порабощением. Афиняне просто ждут удобного момента, чтобы это сделать. Вы понимаете, почему афиняне порабощают? У них нет выбора. Потому что империя не может существовать при условии, если там есть какие-то равные части. Афиняне абсолютно справедливо заключают, что существование империи зависит от этого порабощения и от тиранического господства над союзниками. В то время как несчастные тиранимы и союзники абсолютно справедливо понимают, что единственный способ выжить – это выйти из союза. Или вернее не выжить, конечно, а остаться свободными. То есть это та ситуация, при которой и афиняне справедливы в своем порабощении, и метелиняне справедливы в своем выходе. Это ситуация, при которой все справедливы. И это, естественно, ставит перед нами огромный и серьезный вопрос. А как делать преференции в ситуации, когда все справедливы? В ситуации… Как восстановить справедливость в ситуации, когда все справедливы? Метелиняне в своем праве выйти из союза, потому что это никакой не союз от тирании. А афиняне в своем праве сделать их из союзников подчиненными, потому что это никакой не союз от тирании. И в случае афинян речь идет о выживании. Если они этого не сделают, союзники начнут восставать, и империя закончится. И метелиняне в своем праве, потому что речь идет о выживании. Если что-то пойдет не так, их союзники афиняне с ними покончат, как они покончили со всеми остальными. В ситуации, когда обе стороны имеют право на то, что они делают. И делают они прямо противоположные вещи. Одни хотят поработить, а другие освободиться. На чьей стороне должна располагаться справедливость? Как принять решение, справедливое решение об этой ситуации? Давайте мы вернемся к ГОПСу, потому что ГОПС здесь должен быть нам другом. В естественном состоянии все люди имеют право на все. Все государства, как вы помните, всегда находятся в естественном состоянии. И все люди одновременно боятся за свою жизнь. Это значит, что каждый может убить любого, кто косо на него посмотрел, потому что когда на вас косо смотрит, вы испытываете страх. У вас есть только один страх – страх за собственную жизнь. Этот страх и оправдывает все ваши действия. Нет большего оправдания, чем страх смерти. И, соответственно, нет более справедливого мотива действий, чем страх смерти. Как ГОПС решает эту проблему? ГОПС говорит, в естественном состоянии нет справедливости. Потому что справедливость возникает только тогда, когда мы из естественного состояния выходим и отдаем свои права на все. То есть ГОПС говорит, что справедливость – это договор. Но единственная ситуация, при которой человек будет соблюдать договор – это ситуация, при которой есть супердавляющая сила, которая его принуждает, если вы оформляете. В международных отношениях такого нет, не было и никогда не будет. Мы возвращаемся обратно. ГОПС говорит, в международных отношениях нет справедливости. Проще говоря, всякая война является справедливой войной и одновременно несправедливой. То есть всякая война является справедливой и несправедливой в том смысле, что мы не можем говорить ни о том, ни о другом. Но, ГОПС не фукидит, мы должны как-то решить эту проблему. И главное, спартанцы должны как-то решить эту проблему в конце концов. Они же не хотят совершить несправедливые поступки. Нас завоюют мы с ними. Вы на самом деле, спартанцы, не задаете вопроса о нашей справедливости или несправедливости, о справедливости или несправедливости наших действий. Вы должны задать вопрос о справедливости или несправедливости ваших действий. Принимать нас сейчас в союз будет справедливо или нет? И ответ должен быть какой? Конечно, справедливо. Почему? Потому что речь идет о выживании. Да. Да. Но метелиняне, понятное дело, говорят не это, хотя и обозначают проблему. Одиннадцать. Если бы все мы, союзники, пользовались независимостью, то у нас было бы больше уверенности в том, что афиняне не совершат никакого переворота в отношении нас. Но так как большинство союзников они покорили, а с ними обращались как сравнены, то понятно, тем неприятнее должно было казаться для них наше положение. Именно что мы одни остаемся еще на равном с ними положении, тогда как большая часть союзников им подчинилась. Чувство это становилось тем тягостнее, чем больше возрастала сила афиняна, и чем более мы оказывались в изолированном положении. Между тем, только равный обоюдный страх есть залог прочности союза. Дружба возможна только в ситуации равенства. Ситуация равенства – это ситуация равных сил. Теперь мы понимаем на самом деле, что метелиняне имеют в виду, когда они говорят, что дружба возникает из одинакового образа мыслей. Что это за образ мыслей-то? Только теперь они сказали правду. В чем заключается одинаковый образ мыслей друзей? Правильно, в страхе. Проблема, говорят метелиняне, заключается в том, что афиняне перестали нас бояться, а мы их нет. Все, мы уже не друзья. Одинаковый образ мыслей – это страх перед вашим другом, как равным вам по силе, и, следовательно, способным свести вас к обоюдной пустой вражде, которая закончится неприятно. Как только страх исчезает, так сразу исчезает и дружба. Давайте на этой прекрасной ноте мы остановимся, потому что я съел уже большую часть вашего времени.